И мы с вами сегодня будем говорить на одну очень интересную тему. Ну, я думаю, что вы, наверное, догадываетесь, какая у нас тема, потому что у нас сейчас самое-самое главное, скажем так, событие или действие, на которое нужно сфокусироваться – это предстоящие мероприятия, итоги года. То есть, начнем с того, что у нас есть в нашем бизнесе инструменты, как в любом абсолютно деле, в любой абсолютно сфере есть свои собственные инструменты. Инструмент, мы с вами вспоминаем, что такое инструмент – это то, что позволяет нам три вещи делать. Инструмент – это то, что позволяет нам в кратчайшие сроки, при меньших затратах, создавать больше результатов. Еще раз, инструмент – это то, что позволяет нам при меньших трудозатратах в кратчайшие сроки создавать больше результатов. И везде эти инструменты есть, в нашем бизнесе тоже есть эти инструменты, которые вы можете использовать, можете не использовать. То есть вы можете работать так, как вы работаете, и делать какие-то результаты. Но есть инструменты. Если вы инструменты включаете в свою работу, то результаты приходят еще раз быстрее, при меньшей трудозатратах. Самый мощный инструмент, который есть в нашем бизнесе, поверьте моему 15-летнему опыту работы в партнерских программах, я все-таки думал, какой же самый-самый сильный инструмент в нашем бизнесе. И все-таки я пришел к выводу, что самый-самый сильный инструмент – это мероприятие. Это нет реально ничего сильнее в нашем бизнесе. И если мы с вами в бизнесе это используем правильно, работаем на это, то все хорошо. Ближайший, самый важный инструмент в нашем с вами бизнесе – это итоги года. Это мероприятие, которому мы с вами сейчас готовимся, которая произойдет совсем скоро и это самые важные два дня в нашем году в нашем рабочем году 6 7 февраля в крокус эти холл москве и еще раз давайте вспомним что там где фокус там энергии то есть то на чем мы с вами обращаем внимание то на что мы с вами фокусируемся там происходит энергии там собирается энергии я думаю что вы многие изучаете квантовую физику возможно изучаете как устроен наш мозг и я думаю что во многих источниках вы уже читали что мы с вами фиксируем когда смотрим этот мир мы с вами фиксируем максимум один процент от того что происходит то есть вот то что вы сейчас видите перед собой это всего лишь один процент может быть даже меньше от того что происходит вообще реально то есть на самом деле в мире происходит намного больше намного больше чем мы с вами фиксируем вот в данный момент времени и как говорят ученые то что мы фиксируем один процент реальности исходя из того на что у нас сейчас фокусировано но внутреннее внимание то есть на что мы сейчас фокусируемся самый простой пример который я люблю приводить представьте что вы заходили захотели какой-то автомобиль купить и вы начинаете об этом автомобиле думать вы начинаете смотреть в интернете вы начинаете там картинки смотреть начинаете собирать какую-то комплектацию то есть вы тратите время вы начинаете фокусировать свою энергию на конкретную марку автомобиля и когда вы уезжаете в город есть такое ощущение что все автомобилисты которые владеют этим автомобилем они съехались к вам на встречу едет то есть вы начинаете постоянно видеть этот автомобиль в городе на самом деле Теперь что происходит? Еще раз, мы в моменте времени всегда фиксируем только 1% реальности, все остальное мы не видим. Еще раз, мы видим только то, что у нас в голове, скажем так, преобладает. И как только вы начинаете думать об этом автомобиле, вы начинаете эти автомобили видеть. То есть раньше они тоже ездили, но вы просто не обращали на них внимания, то есть вы это не фиксировали. Поэтому та же самая история, вообще в любой сфере мы можем это использовать. Еще раз, та мысль, которая преобладает в голове, мозг начинает из этой реальности, огромный объем информации, мозг начинает конкретно выделять только ту идею, которая у вас в голове. Это касается того, что, например, на что мы фокусируемся, на возможности или на причины. То есть мы там жалуемся или мы все-таки пытаемся что-то делать. Вот. И поэтому мы говорим, где фокус, там энергия. То есть если вы в голове постоянно об этом думаете, то что мероприятие, на это мероприятие нужно сработать, потому что это самый главный инструмент, самый мощный инструмент в бизнесе, что это будут самые важные два дня в нашем рабочем году. Если вы постоянно об этом думаете, то ваш мозг начинает на это фокусироваться, он начинает в этом мире в огромном количестве информации искать возможности для того, чтобы вы там максимально на это сработали. Вот откуда вот эта идея, где фокус, там энергия. То есть вы начинаете вот этот один процент той информации, той реальности, вы начинаете видеть именно тот процент, который вам нужен. Идем дальше. Так, я уже говорил, что это самый эффективный инструмент в нашем бизнесе, это самые главные два дня в году. Еще один момент. Когда я готовился к этому, доброе утро, я думал, то есть я думал вообще о том мероприятии, как это происходит и так далее. И вот вчера тоже у меня было такое осознание, что на самом деле за 15 лет своей работы в партнерских программах я понял, что лидером становится не самый сильный, самый компетентный, самый подготовленный, самый человек, у которого какие-то навыки в бизнесе, в продажах, в презентации и так далее. На самом деле лидером становится в вашей команде еще раз не самый какой-то сильный, а тот, кто принял решение или выбрал этот бизнес на глубинном уровне. Я не знаю, как это работает, но я думаю, что те ребята, которые в партнерских программах уже достаточно 3-4-5 лет, тем более 10 лет, я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. То есть иногда мы думаем о том, что, например, у нас есть списки, там, не знаю, какой-то Вася, а Вася, например, там, не знаю, какой-то профессиональный спикер, или Вася, там, бизнес-тренер, или Вася, там, менеджер по продажам и так далее. И у нас в голове сформируется картинка, такая иллюзия, что Вася очень, он прям создан для этого бизнеса, и вот мне сейчас стоит только Вася об этом рассказать, и все, и Вася сразу включится и сделает в моем бизнесе самые-самые большие результаты. Это такая иллюзия всех, наверное, кто начинает этот бизнес. На самом деле этот бизнес, то есть, ну, а наша с вами задача, когда мы работаем в партнерской программе, наша задача – это создание лидеров. То есть на самом деле в нашей бизнес-модели вам достаточно два лидера. Лидер – это тот, кто работает уже без вас. Лидер – это тот, кто работает там на своем топливе. Лидер – это тот, на котором заканчиваются все вопросы. И вам на самом деле достаточно всего лишь два лидера в своей команде, один там в левой в команде, другой вправо, для того, чтобы у вас был постоянный хороший доход, пассивный доход. И наша с вами работа – это, по сути, поиск и создание таких лидеров. И вот за все вот эти вот 15 лет я понял, что лидерам, еще раз, становятся не самые там сильные и не самые подготовленные к этому бизнесу. На самом деле в процессе этому бизнесу можно учиться. А лидером становится тот, кто на каком-то глубинном уровне для себя принял решение. Он выбрал для себя, что я буду этим бизнесом заниматься. То есть происходит какая-то химия у человека, и он для себя понимает, что все, я здесь серьезно, надолго, навсегда, не знаю, но я точно буду этим заниматься. У меня, вот я в партнерские программы пришел в 20 лет, когда мне было 20 лет, и вот эта вот химия у меня произошла, опять же, где она произошла на мероприятии. Я помню это мероприятие, это было в Нижнем Новгороде, вот, и я не хотел ехать на это событие, но мои кураторы, спасибо им большое, что они нашли слова для того, чтобы меня убедить, что мне туда нужно ехать. У меня не было тогда денег, и для того, чтобы мне поехать в Нижний Новгород, мне нужно было брать там очередной долг у кого-то для того, чтобы поехать в эту поездку. Вот, и понятно, что я не хотел ехать, но вот они нашли слова, и я очень благодарен им за то, что они нашли слова. В итоге я поехал в эту поездку, и вот в этой поездке произошло что-то, я не знаю, что там произошло. Было обычное мероприятие, то есть выходили различные лидеры, было поздравления со статусами и так далее, но что-то я тогда в тот момент услышал, что я для себя точно понял, что все, я в этом бизнесе точно состоюсь. И вот это вот внутреннее решение, оно, может быть, назревало, назревало какое-то время, и вот где-то какое-то слово, и для меня это все, для меня это решение. И я в этом бизнесе состоялся, я в этом бизнесе добился очень больших результатов, и понятно, что я своей работой принес большое количество финансовых результатов своим кураторам. Почему это произошло? Только потому, что они в какой-то момент нашли нужные слова для того, чтобы я на это событие поехал. Если бы я не поехал на это событие, возможно, может быть, меня бы в этом бизнесе не было. И тут не вопрос в том, создан я для него, не создан я для этого бизнеса. Вопрос в том, что где-то на каком-то участке моего пути я просто выбрал этот бизнес на глубинном уровне. Я понял, что все, это мое, я все понял, я на все свои внутренние вопросы ответил, и это происходит с помощью вот именно такого мероприятия. И вот еще раз, что поможет принять это решение? Мероприятие. Мероприятие помогает это решение принять, потому что там происходит, там знаете, там происходит вот этот, у каждого потенциального партнера или действующего партнера происходит очень много внутренних диалогов, очень много внутренних процессов. И в эти процессы даже вмешиваться не надо. Поэтому почему мы говорим, что это самый сильный инструмент? Ваша задача просто взять человека и поместить на мероприятие. То есть это наша, ну скажем так, наша функциональная обязанность. То есть если бы у нас был наемный труд, если бы, ну там, нас бы, ну там, партнера всех нанимали на работу, то нам бы выдавали список функциональных обязанностей. То есть ты будешь, там, получать такую-то зарплату, если будешь делать раз, два, три, четыре. То есть, ну, все знают, да, кто работал по наему, есть функциональные обязанности, список, что ты должен делать. И вот я думаю, что если бы мы этот список писали, первый пункт, который бы там был, это обеспечивать посещение, там, твоими партнерами и потенциальными, там, клиентами, партнерами мероприятия, чтобы на мероприятии были твои люди. Если ты этого не будешь делать, ты не будешь зарплату получать. Та же самая история, ребята, у нас с вами. Если вы не, только у нас нет зарплаты, и мы не наемные работники, мы партнеры, партнерское сообщество. Но здесь та же самая история. То есть если вы не работаете на мероприятии, если от вас туда, от вас там нет людей, то ваш бизнес, ну, развивается, но развивается не с теми скоростями. Причем, я когда еще тоже начинал бизнес, и где-то на какой-то школе, я услышал, что мы, по сути, одна из наших, ну, то есть в партнерской программе ты закрываешь очень много профессий. То есть там и переговорщик, и спикер, и там какие-то документы, и там какие-то юридические. То есть, ну, много на самом деле, большой спектр, скажем так, профессиональных обязанностей закрывает партнер. Вот. И одно из направлений деятельности тоже здесь в партнерских программах – это продажи билетов. И мне, мои кураторы, когда у нас было обучение, вот прямо на самом старте моего бизнеса, они говорили, ты должен превратиться в продавца билетов. Мне тогда отрезануло слух, я думаю, я не пришел себе билеты продавать. Я там пришел, бизнес делает это и так далее. Только потом я понял, насколько это, скажем так, глубокая фраза и насколько это нужное действие. То есть перед мероприятием ты должен просто превратиться в продавца билетов. Ты должен ходить и продавать билеты. И как можно больше, то есть чем, как можно больше людей должно быть на мероприятиях. Если ты сделаешь так, чтобы туда приедет большое количество людей, то в твоем бизнесе будет все хорошо. Вот. И еще раз повторюсь, что на таких мероприятиях, ребята, происходят очень важные процессы, скрытые от глаз. То есть мы этого не видим, мы этого не замечаем. Возможно, что человек сам, он сам не понимает, как это произошло, но где-то на каком-то глубинном уровне, еще раз, он ответил себе на вопрос, который, возможно, он даже не осознает. То есть когда мы с людьми общаемся словами, через рот, языком, иногда бывает, что у человека есть внутреннее какое-то сомнение, вопрос, но он его даже не то, что не может озвучить или не хочет озвучить, он его даже не осознает. И очень тяжело, очень тяжело такого человека, ну, скажем так, включить. Ну, включить вы можете его на какую-то работу, но включить его на то, чтобы он связал с этим свою жизнь, и чтобы он здесь состоялся, это крайне тяжело, потому что, еще раз, формулирование таких вопросов, оно, по сути, человек его иногда не осознает, эти вопросы. Но когда он на мероприятии, происходит еще раз какая-то химия, и он где-то на каком-то этапе начинает себе на эти вопросы отвечать, даже, возможно, не осознавает. Вот. И поэтому это очень важное мероприятие, поэтому это важный инструмент, который у нас с вами есть. Еще раз, это самый лучший, не знаю, молоток, где вы, то есть, у вас есть гвозди, которые нужно забить, и вы можете их пальцами давить, можете там маленьким молоточком стучать. А вот итоги, это огромнейший молоток, когда просто один удар и результат, один удар и результат, один удар. Я просто не знаю, с чем сравнить, но еще раз, это самое-самое мощное, то есть, это будет два дня, человек будет два дня с нами находиться, он два дня будет в этой энергии, то есть, он посмотрит и администрации, и, значит, там шоу-программа, и награждения, и где-то какой-то триггер его в любом случае зацепит, то есть, он в любом случае где-то поймет, что ему это интересно, и он хочет этим заниматься. И, ребята, этим нужно пользоваться однозначно. И еще такой момент, что мы, ну, зачастую большинство людей не действует, пока не получает какие-то гарантии. То есть, вот если бы я точно знал, что, то я бы начал делать. То есть, если бы я точно знал, что у меня бизнес будет развиваться, то я бы тогда на мероприятие привез бы большой тысяч людей. Ну, не знаю. Если бы, например, я бы вам подписал какую-то бумагу, что, например, если у вас на мероприятие, там, не знаю, приедет 30 человек от вас, 30 человек, то в ближайший год вы заработаете миллион долларов. Вот если бы я, например, написал вам такую бумагу, и вы бы знали, что нужно просто привести 30 человек на мероприятие, просто, или, не знаю, 50, не знаю, и в течение года вы получите миллион долларов, там, накопительно, то я думаю, что если бы эта бумага у вас была, и у вас была бы гарантия, что вы получите миллион долларов, каждый из вас бы смог это сделать, без проблем бы собрал, ну, просто подумайте, представьте, закройте глаза, и представьте, если бы у вас была бумага подписанная, гарантированная, что у вас будет миллион долларов, если ты привезешь там 30 человек, я думаю, что вы без проблем бы это сделали, вообще без проблем, абсолютно любой, там, за полтора месяца. Просто почему мы это не делаем? Потому что у нас нет гарантии, то есть мы, это не гарантировано, что мы получим миллион долларов, Но, опять же, в этом мире нет гарантий. Но вероятность того, что вы эти деньги заработаете, она точно есть. И вот когда мне сказали, что мне нужно стать продавцом билетов на мероприятие, первое мероприятие, оно мимо меня проехало, потому что я это не услышал тогда. И я на мероприятие пришел, у меня там было, по-моему, два гостя. Один встал посередине, ушел, второй тоже, я даже не помню, там была регистрация или нет. Но я видел, как у других людей, у моих параллельных веток, у них пришло несколько человек больше, и у них пошли результаты. И я тогда это понял. И, значит, что я начал делать? Когда мой куратор, когда я еще работал у себя, у куратора, когда куратор объявлял какое-то мероприятие, у нас были квоты. То есть можно было прийти и выкупить билеты. И максимальная квота у меня была, правило, 60%, это товароборот мой у куратора. И я приходил и выбирал всю квоту сразу. То есть я приходил и забирал там 60%, покупал 60% где-то. Я понимал, что если я сделаю так, что от меня будет максимальное количество людей на мероприятии, у меня в бизнесе все будет хорошо. По итогу, по факту, в этом бизнесе я заработал не один миллион долларов. То есть я заработал несколько миллионов долларов в этом бизнесе. Но, опять же, почему? Потому что, скорее всего, в свое время я услышал у своих кураторов, что нужно на мероприятия работать и на мероприятия приводить большое количество людей. У нас очень много историй приводили нам наши кураторы, когда об этом говорили. Компания была международной, и в разных странах там были люди, которые просто автобусами привозили. То есть они просто, вот один человек мог привезти автобус на мероприятие. И это страны, в основном азиатские. Вы знаете, что азиатский менталитет, они привыкли делать так, как им и говорят. Это мы в постсоветском пространстве, мы очень все ставим под сомнение. То есть мы постоянно сомневающиеся. Точно, а, наверное, мне там, не знаю, от меня что-то хотят получить, в чем-то убедить и так далее. А если посмотреть там азиатские страны, то там менталитет такой, что там просто привыкли к тому, что как скажут, так и надо делать. И там обычно вот говорят, и люди сразу выполняют. И если там говорят, нужно автобус привезти, и люди там автобусами привозят людей на мероприятия. И там очень большие результаты. Когда я работал в этой международной компании, самые большие результаты создавали азиатские страны. Почему? Скорее всего, потому что там никто не ставил под сомнение слова своих кураторов. Вот, поэтому, ребят, еще раз, если бы была гарантия, что вы в ближайший год заработаете миллион долларов, а может быть не один, для этого нужно на мероприятие привезти там, ну пусть 30 человек. Если бы еще раз была у вас, просто подумайте, если бы у вас была эта бумага, то вы бы точно на мероприятие, то есть 29 не считается. То есть, прям по головам будем считать, и если вот 30, то все, бумагу получаешь, миллион долларов в твое в течение года. Вот. Если 29, 28, то это не считается. Так вот, если бы была эта гарантия, я думаю, что каждый из вас бы без проблем это сделал. Вот видите, то есть, если у нас есть гарантии, то есть мы делаем. Нет гарантии – не делаем. То есть, это у нас такая особенность. А предпринимательство – это тогда, когда ты идешь без гарантии, то есть ты, по сути, сам эти гарантии для себя создаешь. Поэтому создайте для себя сами гарантию того, что у вас в бизнесе вы заработаете там миллион долларов и не один миллион долларов в ближайшее время. Сделайте, поработайте на вот это событие. Еще раз, вот это мероприятие, итоги года, оно, ну как бы, я не скажу, что оно не нужно, но оно не столько нужно компании, как нужно вам. И, то есть, вот это мероприятие – это то, что компания вкладывает в него деньги. То есть, вот это мероприятие, оно, то есть, понятно, что у нас есть билеты, но смета, которая у нас есть, а в этом году смета очень большая, она не покрывается билетами. То есть, компания инвестирует деньги дополнительно. И это говорит о том, что это, по сути, мероприятие, оно нужно не столько, может быть, компании, сколько нужно партнеров. И компания инвестирует деньги для того, чтобы… То есть, инвестирует в этот инструмент для того, чтобы у вас была возможность этим инструментом воспользоваться и создать большие результаты, заработать большое количество денег, создать большую команду. Поэтому, ребята, еще раз, надо этим пользоваться. Еще у нас есть плюс ко всему, у нас есть новогодний подарок. И новогодний подарок, мы о нем, по-моему, в пятницу объявили. Новогодний подарок – это билеты на итоги. То есть, сейчас мы от компании до 31 декабря всем новым партнерам будем дарить билет в подарок. Это 100 долларов. Это билет в подарок. Значит, условия, я думаю, вы помните, я еще раз их повторю. Каждый новый партнер, любой абсолютно партнер на пакете бизнес и выше получает этот билет. Абсолютно любой партнер, который делает апгрейд существующего пакета. То есть, если вы, например, на бизнесе делаете апгрейд, неважно, там, на премиум или на VIP, значит, или с премиума на VIP, то есть, не имеет значения, любой апгрейд – это тоже считается, это тоже билет в подарок. Значит, клиент-партнер. То есть, если клиент становится партнером на пакете бизнес, это не считается, но если потом идет апгрейд до следующего пакета, то, значит, это считается, и мы тоже даем билет. Тоже пользуйтесь, пожалуйста, этой возможностью. Сейчас можно закрывать сделки таким образом, что при регистрации ты получаешь билет и приедешь на… Вот есть возможность приехать на такой большой праздник компании на два дня. Два дня мы с вами будем там развлекаться. Затем, если вам этого мало, значит, департамент масштабирования у нас придумал еще одно дополнительное промо, которое оно субсидирует. Департамент субсидирует. Это промо, значит, три первых места, то есть, считаются баллы за личную работу по работе с партнерской программой. То есть, за… То есть, какое количество у вас партнеров, на каких пакетах вы будете получать определенные баллы. Условия тоже есть. Можете порыться в канале. По-моему, тоже в пятницу у нас вышла эта новость. И три человека, которые наберут максимальное количество баллов сейчас в этом периоде, они тоже получают материальные подарки. Промо от департамента масштабирования. То есть, сейчас все есть для того, чтобы сфокусироваться на этом мероприятии и очень хорошо поработать. Теперь вопрос, как. То есть, я понимаю, что вы все прекрасно понимаете, насколько это важно, что это нужно и так далее. Теперь, как. Первое. Значит, что теперь нужно делать? То есть, в чем заключается, по сути, ваша сейчас основная работа? Первое – это убедиться, что все в команде едут. Значит, это значит прозвонить абсолютно всех, абсолютно всю свою команду. Не важно. То есть, они активны, не активны, не важно. И вот вся команда, которая у вас есть, вообще вся, абсолютно, вы со всей командой общаетесь. Вам важно со всеми проговорить. Ну, представьте еще раз, это та работа, которая вот эти полтора месяца осталась. Это та работа, которая может в вашем бизнесе создать лидеров. Лидеров – это те, то есть, лидер – это тот, на котором заканчиваются все проблемы. То есть, вы хотели бы в своей команде иметь людей, на которых заканчиваются вообще все проблемы. То есть, до вас вообще никакой вопрос не долетает, потому что эти ребята, они все закрывают. И за счет вот этой ответственности они зарабатывают очень много денег. И у вас есть возможность сейчас, поработав полтора месяца эффективно, этих людей в команде создать. Даже если, например, человек в вашей команде, он неактивен долгое время, в любом случае с ним нужно проговорить. И в любом случае нужно сделать так, чтобы он поехал на мероприятие, потому что возможно, что там что-то произойдет. То есть, у него в голове что-то произойдет. Он сейчас, может быть, неактивен, потому что у него есть какие-то внутренние вопросы. Я не скажу возражения, а вот именно вопросы, которые он даже сформулировать не может, которые он даже осознать не может. Но там какая-то химия произойдет, которая скрыта от наших глаз, и он сможет на эти вопросы ответить, как произошло у меня в Нижнем Новгороде. Мне было тогда 20 лет. И вот в 20 лет, вот в этой поездке, мы обратно ехали на поезде, в вагоне, и я всю ночь не спал. Я просто всю ночь думал о том, что... То есть, вот в этих процессах это было обычное мероприятие, ребята. Это не были какие-то итоги года. То есть, это не было какой-то там администрацией компании, шопер. Это просто обычная школа какая-то была. И мы очередная школа, на которую можно было бы не ехать, потому что, ну, что я там не видел. Вот. Ну, вот что-то там произошло такое. Поэтому ваши люди, которые неактивны, тоже с ними может что-то такое произойти, и они могут для себя решение принять. И, пожалуйста, когда мы общаемся с людьми, есть два типа общения. То есть, мы можем покупать их причины. То есть, понятно, что когда человеку звоните, он найдет массу причин для того, чтобы не ехать. Разные причины, очень важные причины. То, что он не может там оставить детей, он не может договориться со второй половиной. Это очень важные причины. Он, значит, там кошка родила, там какие-то планы. Мы куда-то там поехали. Мы всей семьей планировали какой-то отпуск, еще что-то. Мы на него копили всю жизнь и так далее. Причины могут быть разные, но это всего лишь причина. Она может быть маленькая, может быть большая. Опять же, это все субъективно. Но это всего лишь причина. Поэтому либо вы эту причину купите, либо вы все-таки найдете возможность, найдете какие-то слова для того, чтобы он все-таки туда поехал. Еще раз, я очень благодарен своим кураторам. Два человека, которые когда-то в свое время нашли слова. То есть, они меня убедили, что даже несмотря на то, что у меня сейчас нет денег, и у меня есть там долг, они меня убедили, что нужно взять еще денег в долг и поехать на мероприятие, потому что это очень важно. И я очень благодарен им за то, что они в свое время нашли вот эти слова. Поэтому у меня было масса причин не ехать. Основная причина – это нет денег. И это всегда в основном, это самая-самая главная причина. Но какие-то слова были найдены. Я не знаю, как, но вот я решил и поехал. Поэтому не покупать причины, а искать возможности. То есть, прям с человеком искать. Давай поищем возможность, чтобы ты туда поехал. Потому что это может сильно поменять твою жизнь. Не бойтесь вот эти слова произносить. Это реально может изменить твою жизнь. Вы, пожалуйста, не бойтесь говорить, потому что огромное количество людей, у которых реально поменялись жизни, потому что они поехали на мероприятия. И вот человек, один из этих людей, это вот который сейчас в экране вашего ноутбука или вашего телефона. Я. То есть, моя жизнь кардинально поменялась, просто потому что я когда-то поехал в этот нижний дом. Вот. Значит, первый момент – это прям всю команду и со всей командой проговаривайте. Полтора месяца вы просто как, не знаю, как… То есть, полтора месяца вы просто работаете. Человек вам говорит, нет, он называет причину. Если вы сейчас не готовы эту причину отработать, вы говорите, окей, пауза. Я беру паузу, вешаете трубку и начинаете думать, как вы можете эту причину отработать. Как только вы придумали, как вы можете причину отработать, вы снова звоните и говорите, так, ты мне говорила о том, что у тебя там вот это вот это. Я предлагаю там такие, 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 такие-то возможности. То есть, вот эти полтора месяца, значит, искать, искать, искать возможность, чтобы люди поехали. И второй момент – это у вас есть список. У вас есть список потенциальных партнеров, потенциальных клиентов. И вот по всему этому списку пройтись и поговорить со всеми людьми. То есть, как будто бы это приглашение в бизнес. На самом деле, то есть, ну, у вас же есть список, и вы же по этому списку работаете, вы же по этому списку назначаете встречу, приглашаете на презентацию. Так вот, у нас в Москве будет самая лучшая презентация, которую только вообще можно сделать. То есть, никто такую лучшую презентацию сделать не может. Почему? Потому что мы с вами эту презентацию сделаем все вместе. То есть, и те, кто будут на сцене, и те, кто будут сидеть в зале, мы все вместе будем делать вот эту большую, самую мощную презентацию. Поэтому это самое лучшее, по сути, приглашение в бизнес. Зачем вам сидеть и делать встречу, тратить время? Зачем вам приглашать человека в офис на презентацию и так далее? Сделайте так, чтобы он просто приехал на мероприятие, и вся компания, все, абсолютно все партнерское сообщество поработает на то, чтобы сделать самую лучшую презентацию вашему человеку, будь это потенциальный клиент, будь это потенциальный партнер. Поэтому всем из списка нужно сделать предложение. У вас есть список, я не знаю, там сколько человек, прям поехали, 1, 2, 3, 4, вот эти полтора месяца проработать весь вот этот список. И возможно, что человек, он решение не принял, то есть, может быть, вы с ним поговорили из этого списка, он не принял решение, но на мероприятие все равно его нужно пригласить. Вот, это то, что нужно делать, вот эти вот два действия, которые нужно делать в ближайшее время. И я уже заканчиваю. Значит, ребята, используйте еще итоги для выполнения промо на лидерскую поездку. У нас после итогов будет лидерская поездка в Дубай, значит, 6-7 мероприятия, а 10-12 у нас поездка. Поэтому у нас есть определенный промо для того, чтобы туда попасть. И у вас есть время до 10 февраля. То есть, 6-7 мероприятия, еще есть 8-9 для того, чтобы сделать результат и поехать 10-го прилететь на мероприятие. То есть, мы будем учитывать вот эти результаты, которые у вас получатся после мероприятия. Поэтому, если вы хотите квалифицироваться в лидерскую поездку, а еще и получить компенсацию от компании, то вот, если вы хорошо сработаете на мероприятии и после мероприятия у вас будут сделки, то, возможно, у вас будет выполнение промо, и вы сможете 10-го уже прилететь в Эмираты. Поэтому используйте еще для выполнения промо на лидерскую поездку наше мероприятие. И на этом у меня все. Это вся информация, которую я хотел с вами поделиться. Я желаю вам результативных эти полтора месяца, чтобы активно поработать, чтобы у нас с вами итоги прошли просто на ура. И еще, ребята, эти итоги мы там будем очень много хвалиться, потому что мы будем праздновать наш с вами успех, потому что мы в этом году реально добились очень большого успеха. Мы поставили перед собой амбициозную цель, мы ее добились. И мы там будем очень много со сцены хвалиться. Это будет наш праздник. Мы будем праздновать наш с вами успех. Поэтому нужно, чтобы как можно больше людей побыли в этой энергии, в энергии успеха. И возможно, что они на себе ответят на какой-то внутренний вопрос, что человек тоже хотел быть успешным. Он хотел быть частью чего-то успешного. Он хотел быть частью сообщества, где люди радуются, где люди наслаждаются. И вот это, возможно, и будет его внутренний запрос, на который он получит ответ. То есть, может быть, он не бизнес ищет, может быть, он просто ищет вот эту атмосферу. И он эту атмосферу увидит. Поэтому мы не знаем, какие у людей вопросы в голове. И зачастую, по моему опыту, это не всегда вопросы по бизнесу. В большинстве случаев это другие вопросы, которые касаются других каких-то жизненных интересов. И мы можем это на мероприятиях показать. Поэтому до встречи на итогах. Я желаю вам результативные полтора месяца. И до встречи на итогах сделаем классное событие, мероприятие. На этом все. Пока. Хорошего дня. Так, запись мы остановили. Запись у нас сохраняется. Сохраняем.